Итак, всем привет, дамы и господа, добрейший вечерочек, с вами CryptoFive и сегодня у нас обзор рынка криптовалют по средней новости за 24 часа, прогнозы по биткоину, ну и также громкое заявление от разработчика Cardano, он заявил о том, что рынок криптовалют будет томиться в таком флете 11 лет, очень интересно, причем это интересное сравнение было с Amazon акциями, я считаю, что это некорректно, но это все равно, что что сравнивать с Жигули, с какой-то Toyota или Land Cruiser, почему бы сразу уже рынок криптовалют не сравнить с чем-то таким, да, но тем не менее в этом мы разберемся и, соответственно, об этом мы тоже поговорим, ну и нужно учитывать, что на данный момент уже скоро исполнится та годовщина, когда рынок криптовалют имеет самый долгий медвежий характер и он будет длиться довольно-таки я думаю, я думаю, либо долго, либо уже все-таки надежда на To The Moon весенний будет, либо ее просто отобьют, инвесторы сольют свою криптовалюту за гроши и мы полетим на To The Moon, что скорее всего и будет. Что касается рынка криптовалют, на данный момент мы видим, что ситуация на рынке не особо, растут щиткоины, непонятно по каким причинам, но тем не менее пока что у нас никаких телодвижений на рынке резких нету. Ну и также нужно учесть, что вот этот выбив ордеров, он был не зря и сейчас биткоины, кстати, торгуются выше этих значений и нужно учитывать, что, конечно, он провалился на 3600, но тем не менее сейчас торгуется чуть выше, но это ни о чем не говорит, потому что волатильность, ну честно говоря, не очень. Что касается того, какие тут могут быть сценарии развития криптовалютного рынка, ну я считаю, что нас еще будут пугать, будут еще потихоньку биткоин снижать, не сильно, нужно учитывать, что биткоин только работает импульсивными движениями, то есть тут либо дамп, либо памп. В первом варианте, значит, дампа, можно будет рассматривать его с, возможно, значением 3600 или на данный момент на зону где-то, этак, 3400 или, возможно, 3277. Если мы говорим о пампе, что, ну, вроде как и нецелесообразно на самом деле, дело в том, что выходить, значит, игрокам мелким, я считаю, что просто так не дадут, но нужно учесть, что шорты у нас уже подросли и нужно учесть, что эти шортовые позиции у нас уже достигли значений за 14 января. А лонговые позиции, кстати, снизились, что говорит о том, что, ну, все-таки есть какая-никакая надежда на рост, но это не какой-то to the moon, который спасет ваши деньги, если вы покупали биткоин по 6000, 7000, 10, 15000 долларов. Что касается, значит, Ванек, она переоформит заявку на запуск биткоина ETF после возобновления работы правительства США. Напомним вам, что в США шатдаун и правительство не работает и это случилось 22 декабря и длится по сей день. И, соответственно, нужно учитывать, что таким образом спекулировать еще стало проще и легче. Поэтому будут, значит, водить за нос, но еще раз хочу повториться, все это уже давным-давно знают, что биткоину не потребовались никакие ETF и бакт, чтобы капитализация рынка криптовалют была 800 миллиардов долларов и даже больше. А вот основатель кардана считает, что для восстановления биткоину потребуется 11 лет и, на самом деле, если мы будем так смотреть, это основатель кардана криптовалюта, которая сейчас имеет, значит, 11 место по капитализации, имеет все еще 1 миллиард долларов. И нужно учесть, что если так будет, то основателю кардана придется где-то взять отпуск на 11 лет, потому что 11 лет ничего на рынке не будет происходить. И биткоин, конечно же, в это время успеет найти донное значение. Кстати, разработчики цифровых денег должны представить крупным игрокам продуманную дорожную карту, поскольку Wall Street уже давно ищет новые деривативы, опционы, короткие продажи для инвестиций, отметил Hoskinson. На самом деле, я отчасти с ним, значит, согласен, но я считаю, что 11 лет это он преувеличил, хотя все возможно, нужно учитывать, потому что, чтобы вытравить всех-всех с рынка криптовалют, значит, запустить машину по новой, нужно будет приложить, конечно, усилия. Нужно будет сделать так, чтобы биткоин, конечно, снизился по максимуму, нужно будет запугать людей. Сейчас люди находятся еще в таком лайтовом состоянии, когда, ну, биткоин 3600. Это не 1000, это не 500 долларов, это не 200 долларов, это 3600 долларов. Это еще нормальные деньги, нужно отметить, что в России, в Украине, да, что там далеко ходить, даже в ЕС, ну, не каждый человек может себе вот так вот взять, просто раскошелиться, купить биткоин. Поэтому я считаю, что в этом плане еще у нас корабль, какой-никакой, но он держится на плаву и он есть. Что касается, значит, того, почему у нас будет криптовалютный рынок находиться на пути к самому длинному медвежьему рынку в истории. И здесь говорится о том, что если этот медвежий рынок продолжится еще месяц, он станет самым длинным медвежьим рынком в истории криптовалют. А именно, вот именно тех лет 14-15-х годов, когда медвежий рынок длился 420 дней. В то время как с 2018 по 2019 год это 390 дней. Ну и нужно учесть, что до декабря 2017 года, когда рынок криптовалюты достиг рекордно высокой оценки в более чем 800 миллиардов долларов, один из создателей Ethereum, Виталий Бетерин, предположил, что оценка рынка не является устойчивой из-за отсутствия прогресса, достигнутого как базовыми протоколами цепочки блоков, так и децентрализованными приложениями Debs. То есть в первом варианте идет речь именно о блокчейне. И Виталий Бетерин прокомментировал ту ситуацию, когда рынок криптовалюты имел 800 миллиардов долларов. И он заявил, что заработали ли мы это, сколько мы создали Debs, которые имеют существенное использование. Низкая добавленная стоимость на пользователя для использования блокчейна это хорошо, но тогда, когда вам придется наверстать упущенное в объеме. Ответы на все эти вопросы определенно не равны нулю, а в некоторых случаях они довольно-таки важны. Но недостаточно сказать, что это значительный уровень в полтриллиона долларов капитализации. Это, конечно, недостаточно. Ну и, естественно, после таких заявлений, конечно, когда Виталий Бетерин об этом заявил, в принципе, у нас рынок начал сцепаться и сейчас рынок составляет около 119 миллиардов долларов капитализации. И я считаю, что у нас идет так называемый adoption, как у нас по-английски это звучит, вернее, одобрение со стороны стран и развитие криптовалютных проектов. И здесь также говорится от силы Civic, что биткоин остается в диапазоне от 3 до 5 тысяч долларов, по крайней мере, в течение 3-6 месяцев. И я не думаю, что мы пока что пробьем уровень поддержки в 3 тысячи долларов. Хотя, кстати, на Binance биткоин торговался 2900 долларов. И я думаю, что в краткосрочной перспективе есть много покупок вокруг этой отметки. Если мы не выйдем из цикла криптомедвежьего рынка, ближайшие 3 или 6 месяцев уровень в 3 тысячи долларов может пойти. То есть мы можем уйти еще, конечно же, ниже. Ну и, естественно, здесь говорится о том, что если к концу февраля рынок криптовалют останется в диапазоне от 100 до 400 миллиардов долларов, то он официально станет самым худшим и самым длинным медвежьим рынком в истории класса криптовалютных активов. Ну то есть 100 и 400 миллиардов долларов это очень сильный разбег. Я считаю, что у нас к концу февраля будет больше от 100 до 200 миллиардов долларов в криптовалютный рынок гулять. И я считаю, что это вполне оправдано, потому что 400 миллиардов долларов это очень сильный замах. И я считаю, что так оно и будет. Поэтому если мы говорим о том, что если тут какие-то перспективы криптовалютного рынка, чтобы действительно по заявленным словам криптовалютный рынок был и имел вес в 400 миллиардов долларов, конечно же нет. Нужно учитывать, что весной у нас будет тот же блокчейн, ICO, Telegram, Durova и так далее. Возможно новые ICO будут. Я, честно говоря, не разбираюсь в ICO и в ICO не участвую, потому что понимаю, что монета выходит, потом она резко падает. И тем более на таком рынке создавать и впрягаться в ICO не очень. Поэтому я считаю, что ICO могут спасти только бычьи движения на рынке, которые, возможно, будут весной. Но я считаю, что перед этим мы должны, конечно, очень сильно опуститься. А если мы перед этим не опустимся, то мы будем опускаться непосредственно весной. И таким образом ICO будут у нас опять откладываться. И что далеко ходить. Даже тот Константинополь эфириума, он тоже отложится в конце февраля. Кстати, Константинополь запланирован в конце февраля. И, соответственно, тоже вполне себе может быть отложен. Но что касается рынка криптовалют, на самом деле мы сейчас видим, что не особо, конечно, рынок криптовалют себя чувствует. Но, тем не менее, конечно, нужно учесть то, что если вы хотите здесь зарабатывать, нужно, конечно, набраться терпения. Без этого никуда. Я считаю, что это молодой криптовалютный рынок. Так что сейчас, конечно, у нас Cardano SEO очень сильно, конечно, заявил о том, что Bitcoin потребуется 11 лет. Но, тем не менее, если ему и потребуется 11 лет, то готовы ждать. Готовы ждать. Главное, нужно знать, когда закупаться. Потому что, если вы купите сейчас Bitcoin, и нужно будет 11 лет, то я не думаю, что многие, кстати, его и выдержат. Потому что уже на второй год, да что говорить, уже на первый год, даже на несколько месяцев люди будут сливать Bitcoin себе в минус, если они до сих пор этого не сделали. Но, что хочется сказать, то есть будем ожидать, будем смотреть. И я считаю, что ETF ванек в течение 10 лет их не будут переносить. Это должно случиться как можно быстрее. А учитывая то, что криптовалютный рынок за год очень хорошо потерял стоимости. То есть, по сути, криптовалютный рынок у нас упал очень быстро. И Bitcoin потерял стоимость в примерно 80%. То можно учесть, что не все так плохо. То есть, это говорит о том, что криптовалютный рынок у нас очень довольно-таки сильно двигается. И он сильно волатилен. И он, конечно, остается привлекателен. Ну, а с вами был Криптовтейв. Всем удачи и всем пока.